Эйфелева башня была построена в 1887-1889 годах как вход на всемирную выставку 1889 года. Для тех, кто забыл, как она выглядит, это решетчатая конструкция из кованого железа высотой 324 метра. Башню за всю историю перекрашивали уже 19 раз, на это требуется около 60 тонн краски. Нынешний коричневый цвет впервые появился в 1968 году и с тех пор не менялся. И вот современные дизайнеры придумали придать эйфелевой башне золотистый оттенок и начали подготовку к окрашиванию ее в более светлый желто-коричневый цвет. Переодевание обойдется французам примерно в 50 миллионов. Для начала придется снять предыдущие слои краски. Эксперты говорят, что это достаточно опасный процесс из-за присутствия в покрытии свинца, и требует строгого медицинского протокола для рабочих. Интересно, что ранее эйфелеву башню красили в разные, как правило, яркие цвета. Изначально башня была окрашена в красный цвет по просьбе ее дизайнера Гюстава Эйфеля. Три года спустя, когда красный надоел, его заменили на охру, или светло-оранжевый. В 1899 году она стала и вовсе двухцветной, оранжево-желтой у основания и светло-желтой в верхней части. С 1907 до 1954 года глаза туристов радовал желто-коричневый оттенок, и, наконец, в 1968 башню оставили в покое, придали ей знакомый коричнево-красный вид. Эйфелева башня будет служить фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде на летних Олимпийских играх 2024 года. С момента открытия достопримечательность посетили более 250 миллионов человек. Ежегодно к ним прибавляется еще более 7 миллионов гостей. Тиризм, R.U. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok